Глава первая. Детство. Первая мысль, которая возникает при знакомстве с материалами о Фредди Меркьюри, поразительна, что у такого великого человека такие убогие биографии. В них нет даже намека на профессиональную работу с информацией. Вернее, в них вообще нет информации как таковой, а та, что есть, отрывочно, запутанно, сумбурно, противоречиво и вызывает сильные сомнения в собственной достоверности. Для начала рассмотрим, как в биографиях Меркьюри описывается его детство. Детство – не только начало жизни, но и время формирования личности, среда, в которой вырос человек, его родители, их происхождение, характер, род занятий, вероисповедание, положение в обществе, окружение, накладывают серьезный отпечаток на его личность. Поэтому читатели всегда живо интересуются детством знаменитых людей, а биографы стремятся найти побольше интересных, малоизвестных и трогательных эпизодов из этой части жизни своих героев, разъезжая по городам и странам, штурмуя архивы и библиотеки, опрашивая свидетелей, если таковые и есть. Многие авторы пишут книги, посвященные исключительно детству и юности знаменитостей, и такая литература всегда пользуется спросом. Только у Фредди Меркьюри все не как у других. Хотя он наш современник, о детстве Александра Македонского известно больше, чем о детстве лидера культовой группы 20 века. Лишь одно биографы называют точно – дату и место рождения Фредди – 5 сентября 1946 года, остров Занзибар. С самого начала возникает ощущение, что у авторов серьезные проблемы с географией. Они с такой настойчивостью повторяют «остров Занзибар», будто не знают, что на этом острове есть одноименный город, английское название «Стоунтаун». Если бы не изредка встречающиеся сообщения о правительственном госпитале, можно было бы подумать, что Фредди, как пятница, родился под пальмой. Далее мы узнаем, что его настоящее имя – Фарух или Фредерик Балсара, его родители – Боми и Джер – парсы или персы по национальности и зороастрийцы по вероисповеданию, а его отец работал бухгалтером. Или дипломатом. Или кассиром в Верховном суде Великобритании. Первые годы своей жизни мальчик провел в роскошном доме, окруженный слугами, выполнявшими его малейшие приходи. Его семья принадлежала к среднему классу. Дипломатическая работа его отца была засекречена, и в тех редких случаях, когда маленькому Фредди разрешалось прийти к нему на работу, это было обставлено с огромной помпой и торжественностью. Отец и сын крайне редко видели друг друга. Боми рано заканчивал работу и каждый день гулял с сыном в саду, общался с ним, рассказывал ему сказки. «Не пугайтесь, уважаемый читатель, со мной все в порядке. Я всего лишь привела данные из нескольких биографий Фредди Меркьюи». После такого начала можно со стоическим спокойствием рассматривать странную бумажку под гордым названием «Свидетельство о рождении», которое неожиданно выплыло через шесть лет после смерти нашего героя. Как выяснилось, несмотря на мусульманские традиции, работники занзибарских ЗАГСов сильно злоупотребляют спиртными напитками, потому что в первый и последний раз в истории мирового делопроизводства официальную бумагу выпустили в свет в таком виде. Так в графе «Место рождения» начали было писать «Шаргани» – название Занзибарской улицы, но затем перечеркнули и написали «Правительственный госпиталь». Если вы мне покажете другое свидетельство о рождении, в котором в графе «Место рождения» вместо населенного пункта вписано «Медицинское учреждение», буду очень благодарна. В графе «Имя» вроде бы начали писать «Пол» – «Мэйл», но не дописали и зачеркнули, оставив нечто похожее на слово «Тай». Дальше небрежно написали имя «Фарух». В графе «Имя матери» написали «Джер», затем «Боми Балсара», после чего имя вычеркнули и дописали отчество и девичью фамилию роженицы. Фамилию самого младенца вписать не посчитали нужным. После этого встает резонный вопрос о подлинности свидетельства, а также о странном чувстве юмора того, кто подсунул публике этот шедевр каллиграфии. Однако мы забегаем вперед. Пока же нас ждет в высшей степени интересное описание первых лет жизни Меркьюри. «В 1947 году, на следующий год после его рождения, семья перебралась в Индию», сообщает одна из биографий. «Когда ему было 4 года, семья переехала в индийский Бомбей», говорит другая. «Жизнь мальчика полностью перевернулась, когда ему исполнилось 5 лет и семья переехала в Бомбей», добавляет третья. «В 1954 году семья Фредди переехала в Индию», уверяет четвертая. До 10 лет мальчик прожил с родителями на Занзибаре. Для полного счастья резюмирует пятая. Ошибиться на пару-тройку лет для биографов Меркьюри – норма. Подобные нестыковки встречаются по всей литературе и документалистике о Фредди и Куин, что доставляет немало проблем при датировке событий. Та же история с причинами переезда семьи Болсара. Одни биографы утверждают, что он был обусловлен работой отца Фредди. Другие, что его семья пожелала быть ближе к парсийской общине. Третье, что родители вообще никуда не уезжали из Занзибара, а в Индию послали только сына в интернат. Обычно биографы или версифицируют данные, которые приводят, или списывают друг у друга. В нашем случае каждый стремится изменить уже известные факты и написать что-нибудь свое. Ситуация выглядит так, будто ее намеренно усложняют. Все, что удается узнать относительно жизни Фредди до поступления в колледж. На Занзибаре он купался в море и гулял в ботаническом саду, в Бомбее бегал по улицам, слушал экзотическую музыку, ходил в Храм Огня, прошел на Вджот, церемонию посвящения взороастризм. Мягко говоря, недостаточны сведения о человеке, у которого еще живы друзья, родственники и родители. Бомми Болсара умер в 2003 году. Впрочем, даже если биографы берут интервью у какого-то из родственников, ясности это отнюдь не добавляет. Наиболее красноречивый пример – официальный биографический фильм о Меркьюри «Фредди Меркьюри – The Untold Story». В фильме приняли участие Джер Болсара, Кашмира Кук, его одноклассники, друзья, родные. Но ничего, кроме затертых общих слов про парки и пляжи, в течение 40 минут рассказа о детстве так и не прозвучало. Идем далее. В 8 лет, или в 9 по Лесли Энн Джонс, или в 10 по Питеру Хогану, или в 11 по Эвансу и Минсу, Фредди поступает в школу-интернат в Бомбее, или в колледж Святого Петра в Панчгане. А большая часть биографов предпочитает вообще не упоминать названий и точных дат. Учился себе и учился. Кому это интересно? Описание самого колледжа. Типично английский интернат. Типично английские виды спорта. Бокс, футбол и крикет. Информацию о типично английских предметах ищите где-нибудь в другом месте. Максимум информации выдал журналист из Daily Mirror, Rick Sky, написавший первую посмертную биографию Меркеви. Он заявил, что молодой Фредди получил типично британское образование, несмотря на то, что его школа-интернат находилась в тысячах миль от Итана и Харроу. Со Sky соглашается самый дотошный биограф Лесли Энн Джонс. Она описывает колледж как элитное заведение, которое привлекало родителей из США, Канады, стран Персидского залива и всей Индии, желающих, чтобы их дети получили качественное образование и в дальнейшем могли поступить в Кембридж. Он пел в школьном хоре, брал уроки игры на фортепиано, был клавишником в школьной группе The Hectics, увлекся живописью, принимал участие в театральных постановках, был прекрасным спортсменом. Все. Ах да. Еще, согласно ряду биографий, в колледже Фаррух начал именовать себя Фредди, а также бредить Великобританией. Биографы вообще любят всячески подчеркивать, что Меркьюри скрывал свое индийское происхождение, причем настолько навязчиво, что невольно вспоминается о пресловутом британском расизме, относящем всех не англичан, а тем более выходцев из колоний, к людям второго-третьего сорта. Личность этого человека, его характер, круг общения, интересы, увлечения, взгляды, внутренний мир никого не интересуют. И лишь одна тема вызывает в рядах биографов завидные оживления. Когда, где и с кем юный Фредди получил первый гомосексуальный опыт. Впрочем, где для них вопрос риторический. Разумеется, в колледже. Чтобы обосновать это, ряд авторов ссылаются на некое интервью Меркьюри, в котором он говорит о дедовщине в английских интернатах. Слухи, которые ходят о школах-интернатах, достаточно правдивы. Там действительно есть дедовщина и тому подобное. Был один странный воспитатель, который меня преследовал. Но я не могу сказать, что меня это шокировало, поскольку предостаточно насмотрелся в интернате на такие вещи. Аудио и видео источники этих слов отсутствуют. Контекст разговора неизвестен. Однако, было это интервью или его не было, на признание о первом разе оно, мягко говоря, не тянет. Скорее наоборот, звучит как рассказ белой вороны, наблюдавшей происходившее вокруг непотребства со стороны, не говоря уже о том, что если бы странный воспитатель добился своей цели, ни один человек не стал бы рассказывать об этом в интервью. В реальном, записанном на пленку интервью 1984 года, музыкант не рассказывал про свои школьные годы никаких страшилок. Он лишь отметил, что интернат закалил его характер, научил отвечать за свои поступки, быть независимым и самостоятельным, и надеяться только на себя. Зато в уже упомянутой The Unplot Story, в качестве косвенного доказательства раннего проявления будущих наклонностей героя, говорится, что в школьных постановках он часто играл женские роли, для которых нужно было одеваться в соответствующую одежду. При этом никого не интересует ни то, что авторы так и не предоставили ни одной фотографии юного Меркьюри в дамском платье. К слову, у его коллег по Квинн, Брайана Мэя и Роджера Теллора, такие фотографии и есть. Ни слова самого героя, который в 1984 году рассказывал, что переодевание в женскую одежду для комической части видеоклипа «I want to break free» стало для него первым и весьма забавным опытом такого рода. При этом самый авторитетный мемуарист Питер Фристон эти слова героя упоминает. Считается, что в хронологии детство Меркьюри навела порядок Лесли Энн Джонс. Дама посетила Занзибар и Индию, общалась с родственниками, учителями и одноклассниками своего героя и в итоге написала три главы о его детстве. Неужели ее книга расскажет нам о формировании личности этого человека, о его интересах, учебе, увлечениях? Нет. Слегка затронув школьные успехи Меркьюри в спорте, она живо интересуется, проявилась ли тогда его гомосексуальность. Узнав у найденной Эвансом и Минсом первой любви Фредди Гиты Бхаруча, что между ними не было секса, а какие еще отношения могли быть между школьниками в Индии 50-х годов, Джонс приходит к выводу, значит, у него тогда были мальчики. Сказано, сделано. И вот уже Дэвид Брэд, ссылаясь на неких безымянных одноклассников Меркьюри, сообщает сенсационные сведения. Оказывается, в интернате его изнасиловал старшеклассник по кличке Мастер. И жертве понравилось? А Дэвид Эванс и Дэвид Минс в последнее на данный момент, ноябрь 2008 года, переиздание их книги добавили настоящий слэш-фанфик, повествующий о любви Фредди и интернатского садовника Санджая. Не совпадает с картиной, которую рисует Лесли Энн Джонс. Мальчика изнасиловали, и родители спешно забрали его домой, перевели в худшую школу. Впрочем, до полного абсурда ситуацию довели двумя годами ранее. В юбилейном биографическом фильме Magic Remixed, выпущенном к 60-летию Меркьюри, Гиту Бхаруча авторы успешно заменили на одноклассника Захида Абрара. С возрастом персонажа, правда, вышла некоторая неувязка. Первая любовь в мэйл-версии оказалась моложавым 40-летним мужчиной с внешностью злодея из индийских мелодрам. Кстати, недавно его фотография мелькнула в индийском журнале Bhojpuri World. Он отметился на каком-то кинематографическом мероприятии. Выяснилось, что его действительно зовут Захид Абрар, и он мелкий индийский актер. Малоизвестный. У режиссера хватило ума не приглашать на эту роль звезду уровня Раджа Капура. Нет такой знаменитости биографы, которые столь настойчиво изучали период детства на предмет формирования будущих сексуальных пристрастий. Слышал ли кто-нибудь о научных экспедициях в Уфимское балетное училище с целью выяснить, когда у Рудольфа Нуреева проявились гомосексуальные наклонности? Нет? Так почему в случае с Меркьюри все разговоры о его детстве раз за разом сводятся к психоаналитическим семинарам? Юный Фредди не перестает удивлять. В 1959 году его семья перебралась в Англию и поселилась в лондонском пригороде Фелдхим, сообщают Рик Скай, Кен Дин, Си Майкл и посмертная пресса 1991 года. Фредди начинает грызть гранит науки в Вайллордской общеобразовательной школе. Публицист Куин Тони Брейнсби рассказал, «Как тяжело было нашему герою в сырой и туманной Англии после солнечного Бомбея?» С его слов в воображении рождается печальная картина. Темноволосый южный подросток каждое утро мерзнет на автобусной остановке, отправляясь в ненавистную школу. Наверное, бедняга с тоской вспоминает и Индию, и милый колледж, из которого его... Нет, не забрали. Фредди пробыл в колледже Святого Петра до 16-летнего возраста, а затем уехал к родителям на Занзибар, уверяют Питер Хоуган, режиссер The Untold Story Руди Долизал, Джим Дженкинс на пару с Джеки Ганн и большинство современных биографий. Перед нами разворачивается картина, которую трудно представить даже в абсурдистском романе. В то время, как подросток Фредди мерзнет на автобусной остановке в английском Феллхиме, его точная копия играет в теннис под жарким солнцем индийского панчгани. Теперь неудивительно, что в дальнейшем Фредди Меркьюри одновременно мог находиться в лондонской студии и мюнхенском гей-клубе. Если он ребенком мог ходить одновременно в две школы в Англии и Индии, то, конечно, мог раздвоиться между Лондоном и Мюнхеном. Это намного ближе и легче. Итак, в 1962 году, или 1963 по Лесли Энн Джонс, Фредди номер два покидает колледж Святого Петра и уезжает к родителям на Занзибар, куда те ни то вернулись, ни то вообще не уезжали оттуда. Таким образом, у нашего героя есть как минимум три аттестата о среднем образовании. Один с единственной пятеркой по изобразительному искусству был получен в 1964 году в Англии. Второй, троечный, с тремя затесавшимися четверками по истории, английскому языку и изобразительному искусству, ему выдали в 1962 году в Индии. В третьем, опять же, индийском, четверок нет вовсе. Руди Долизал и Лесли Энн Джонс утверждают, что Фредди выгнали из колледжа Святого Петра, поскольку этот неуч провалился на экзаменах при переходе в 11 класс. Последняя уверена, что причиной, по которой он забросил учебу, стала, ну конечно же, нетрадиционная ориентация. А вы думали, чем он занимался в школе? Учился, что ли? Где он шатается после этого, одному богу известно, так как в индийской версии Меркьюри оканчивает колледж на год раньше установленного срока. Он что, бездельничал? Похоже, именно так. В ряде биографий сказано, что на Занзибаре юный лодырь проводил время с друзьями на пляжах, в парках и на базарах. Так, видимо, он и валял дурака, пока в 1964 году на острове не случилась революция, вынудившая семью Балсара бежать с двумя чемоданами в мирную Англию.